В этом видео Алексей затронет важную тему, что конкретно наливают из алкоголя на баре. Также вы узнаете страшен ли ветер в Египте, что дают на завтрак и еще много всего интересного. Всем-всем доброе утро! Мы проснулись! Мы проснулись, да, Дашенька? Да? Скажи, привет-привет-привет! Мы поняли такую штуку, что когда у нас задернуты шторы и в комнате темно, то Дашенька спит очень долго. Ну, кстати, мы тоже долго спим. Вот. Потому что обычно она может проснуться часов в семь утра, а шторы были задернуты, она проснулась в девять. На самом деле, когда она хорошо высыпается, у нее целый день отличное настроение. Потому что когда она раньше встанет, она потом может вредничать, плакать. А сейчас она проснулась, она не плачет, она радуется, да? Радуешься? Радуешься? Нет? Все, мы поползли на завтрак. Ты тоже пошла? Да? Не могу ее сдерживать, она везде хочет ползать. Доброе утро! Друзья, такая отличная погода. Здесь даже по вечерам сейчас не нужно одевать никакую кофту. Вот я гулял в футболке. Идешь, и так тепло, так хорошо. Наберу-ка я кофеечку. Это кофе? Да, пахнет кофе. Быстренько сниму вам завтрак. Что дают на завтрак? Смотрите, хлопья. Салат. Что мне больше всего нравится на завтрак? Мне очень нравится. Здесь вот нарезанные фрукты. Вот такой микс из фруктов. И такая есть творожная масса. Ну, йогурт, да. Короче, поливаешь это йогуртом и фрукты с йогуртом. Это вообще, это очень круто. Мне это очень нравится. И так же я беру себе омлет. И кофе. И, в принципе, больше ничего на завтрак я не ел. Мне этого вообще хватает. И маме нормально поесть. Мы с Дашенькой прокатимся. Смотрите, чем мне понравился этот отель. Я про него сниму отдельное видео. Я уже говорил, что здесь реально очень классные виды. Например, столовая. Ну, как ресторан, в котором проходит завтрак, обед и ужин. И вот смотрите. Вид. Бассейн, море. Также, когда лежит в бассейне. Ну, я уже там поснимаю потом. Получается, тоже вид на море. Получается, в шарме, поскольку горная местность. Очень красивые виды здесь. Нету этой равнины, которая вот была в Хургаде постоянно. Там как бы равнина, лежишь и все, только видишь. Отель и пальмы. Здесь прямо мне очень нравится. Мы проспали сегодня встречу с гидом. Он должен был быть в 9.30. Ну, а мы в 9 только проснулись. Если бы мы пошли к гиду, то мы не пошли бы на завтрак. Но я это уже вспомнил в конце завтрака. Море подштормливает. Висит красный флаг. Ну да, можно и там купаться. Или пойдем в бассейн купаться. Короче, у нас тут с ребенком целая. Видите, какие системы делаем. Коврик, чтобы она могла ползать. Потому что ребенок очень активный. У нее столько энергии, что мы не знаем, куда ее девать. Это, наверное, Диана расскажет попозже. Смотрите, про что я говорил. Вот там, например, лежак возле бассейна. И какой вид. Вот классная, когда такая местность. И повторю, что мне очень понравилось, что здесь есть дорожки. Например, вот мы с коляской постоянно. И нам не нужно ходить по ступенькам. Везде можно проехать. Вот в горку подняться туда. Как бы везде есть дорожка. Карточки на полотенце нам дали три штучки. Потому что мы с ребенком на ребенка тоже выдали. Один карточка мы можем поменять на один полотенце. Если у нас есть три карточка, значит у нас может быть три полотенца. Кому-то делают массажики. В общем, полотенце тут дают под роспись. Если в других отелях нам давали, просто даешь карточки. Тебе дают полотенце. Вот эти желтые с белыми полосками. Или белые с желтыми полосками. Для кого как. То здесь, например, он записал номер комнаты. И сколько полотенец мы взяли. И видите здесь какие. У них здесь фирменные свои. Синие такие. Потому что у всех, повторяю, есть желтые с белыми полосками. Или наоборот, как я уже говорил. Но они есть не только в отелях. Многие берут себе эти полотенца домой. Я уже когда в ролике рассказывал, что каждый, кто был в Египте, почему-то забирает вот эти полотенца. Не знаю, зачем они нужны людям. Но полотенца многие берут домой в качестве сувенира. Сейчас подойду к барной стойке. Я повторяю, что тут система все включено. И можно пить сколько хочешь. Есть система все включено. Как-то так. Ультра или как-то там, короче, плюс. Получается, можно пить не только напитки местного разлива, как в системе все включено. но и заграничные напитки. Можно пить? А что есть? Ром? Виски, ром, бранди, ткила, водка, жин, козу. Самбука. Самбука? Понял. И пиво, да? Пиво, пиво. Ага. Я понял. Окей. Тут очень громко орет музыка. Короче, есть люди, которые сидят в клубах все время за парной стойкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Накупались, накупались в бассейне. На море ветерок. Но ветер сейчас теплый, он приятный. Кстати, продают натуральные соки по одному доллару. Соки из дыни, вот прям тебе нарезают дыню, делают из нее сок. Гуава, клубника. Короче, куча разных фруктов и делают соки по доллару. Стаканчик стоит вон у него на подносе, можно увидеть. Не-не-не, ага нет. Кстати, тут все рабы подходят к ребенку, улыбаются. Прямо дети, они здесь очень сильные. Вот, вы сами видите. Еще один подошел. Вот смотрите, лежишь на лежаке, и к тебе вот подходят соки, предлагают. Вот подошел фотограф в месте. Его можно заказать в фотографии. Также вот будете лежать на лежаке, будут подходить с экскурсиями. Ну, сейчас по снимаю. Вот подходят. Здесь есть всякие спа-салоны, вот сзади меня делают массажи. Плюс там всякие хамамы, всякие бани, короче, куча всего тоже вот предлагают. Ну, они начинают говорить такие цены, там 100 долларов за массаж, потом можно сбить. Просто здесь, короче, есть люди из Германии, Италии, короче, вот, как сказать, из тех стран, где получают очень высокие зарплаты. Поэтому они себе реально могут позволить, ну, например, взять массаж за 100 долларов, второй получить в подарок. Ну, они так говорят в начале русских. У них типа акция такая есть. Им оставляют чаевые по 10 долларов, официантам, даже по 10 евро. Так вот. Дринг-дранг-дранг. Чего хочешь? Ничего. Дранг. За молоком пришли для Даши. В этом отеле что-то вообще никто не пристает. Обычно всегда приставучие и анимация приставучая. Но мне сразу сказали, что анимация здесь как-то, ну, как для нас нормальная. Она вот, пришли, поздоровались, идемте на зарядку, нет, не хотите, все. Потому что в других заставляют. Ты лежишь, идемте на зарядку, нет, не хотим. А почему? И, короче, очень, ну, такая анимация приставучая. Здесь вообще классная. Особо не напрягают. Ну, смотрите, друзья, я уже не устану это повторять. Реально, сейчас ветер. На море ветрено. Но, блин, он такой теплый. Он такой приятный, этот ветер. Потому что если бы сейчас была зима, то это была бы жесть. Это был бы холодный ветер. В этом отеле есть прикольный, смотри, ну, как прикольный. Короче, просто есть детский центр. С батутами. Да. Ты прыгаешь на батуте? Прыгала. Да? Идешь назад? Давай. Оба! Давай. Кто прыгает, Даш? Даш, давай прыгать. Ну что, друзья, будем на этом заканчивать видео. Иди сюда. Давайте сделаем какой-то вывод. На море сейчас ветрено. Там штормик, фонтон закрыт. Вот поэтому мы сегодня целый день гуляли. Как целый день? Полдня, получается, провели возле бассейна. Погода сейчас в Египте очень жаркая. Но я повторяю, что сейчас не лето. Сейчас конец марта, да, у нас. То я уже запутался в месяцах. Вот, конец марта. Получается, мы купали и Дашу, потому что вот без бассейна реально очень тяжело. Очень жарко, да? Да, и ветер теплый. Ветер есть, но он очень теплый. Я это говорил, да. Ветер реально, он... Если купаться, то очень жарко. А если купаться, то классно. Да. В общем, погода суперская. Вот я не знаю, как летом. Скажу честно, я и летом здесь не был. Насколько здесь жарко. Но вот если ехать с ребенком, то летом, наверное, это будет очень тяжело. Если вы ездили с ребенком летом, ну или вообще летом ездили, напишите в комментариях. Будет интересно. Напишите, какая здесь погода. Потому что сейчас, ну, прямо я не знаю. Я это буду говорить в каждом видео. Погода вообще суперская. Ну, мне кажется, сейчас это максимум по температуре, когда можно с ребенком. Потому что если будет жарче, не знаю. Будет очень тяжело. Друзья, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые видео. Всем счастья, здоровья. Путешествуйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»